Торбен Кульман Армстронг. Невероятное путешествие мышонка на луну. Торбен Кульман Армстронг. Вскоре от нее оставался лишь тоненький серп, а на следующую ночь она совсем исчезала. Все свои наблюдения мышонок подробно записывал. Мыши со всего города часто собирались в одном секретном месте. От пола до потолка здесь все было уставлено ящиками и коробками, а их содержимое превращало это место в самый настоящий мышиный рай. Туда-то и отправился мышонок. Мышонок с гордостью демонстрировал собравшимся то, что он смог разглядеть благодаря своему телескопу. Луна – это огромный каменный шар. С горящими глазами взволнованно докладывал он о своих открытиях. Она светит благодаря солнцу, и мышонок прервался на полусловие. Он заметил, что его уже никто не слушает. Да мыши не хотели ничего слушать, ведь все они думали совершенно иначе. Для мышей нет ничего прекраснее, чем сыр. Сливочный или пряный, мягкий или твердый, с дырками. Сыр – смысл их жизни. И у мышей не было сомнений. Луна – это сыр. Чем же еще она может быть? Она круглая, и в ней есть дырки. Иногда она желтая, как гауда. Порой и белая, как камамбер. Или же вовсе оранжевая, как чеддер. И тут вдруг луна почему-то должна стать огромным каменным шаром? Мышонок снова и снова пытался привлечь внимание собратьев к своим наблюдениям. Бесполезно. Однажды ночью совершенно подавленный мышонок в полном одиночестве сидел на ящике с пармезаном. Все остальные мыши уже давно разбежались по домам. Бледный свет луны, просачиваясь сквозь маленькое подвальное окошко, падал на его записи. При этом в тусклом освещении мышонок все же заметил, что кто-то подбросил ему письмо. Не огромное письмо, какое могли бы написать люди. Это было письмо в мышинную величину. Мышонок спешно открыл его. В конверте лежал входной билет. Неужели в Смитсоновский музей? Больше он ничего не смог разгадать. Однако под изображением крылатой мыши мышинным почерком было написано. Ты прав, приезжай ко мне. Для сообразительных мышей нет ничего невозможного, ликовал мышонок. Он быстро разобрался, откуда пришло загадочное письмо и стал собираться в дорогу к своему незнакомому другу. Для мыши, которая уверенно чувствует себя в мире людей, даже далекие путешествия не проблема. Мышонок решил отправиться на поезде. В узелок он положил немного сыра и свои записи. Незамеченным вскаракался мышонок по стопке чемоданов наверх и запрыгнул в вагон. Раздался свисток и поезд громыхая тронулся. Что это путешествие мне готовит? Пробормотал маленький пассажир. Ух ты, вырвалась у мышонка! Его пескливый голосок эхом пронесся по залам высочными потолками. Музей полный изобретений человека. Маленький первооткрыватель почтительно просеменил по галерее, прямо к лестнице, ведущей в подвал. Коридоры здесь пыльные и темные. Были сплошь заставлены наследием давно минувших лет. Туда пропищал мышонок. Кто-то мелом нарисовал на стене крылатую мышь. Под ней стрелка. Мышонок проследовал в указанном направлении и вскоре очутился перед входом в мышиную нору. Проникнув внутрь, мышонок оказался в большом зале с очень низким потолком. У него просто дух захватило от увиденного. Самолеты, планеры, разнообразные летательные аппараты и приспособления для воздушных путешествий. Одни свисали с потолка, другие стояли на полу. Все выглядело почти так же, как в человеческом музее, с той лишь разницей, что это были мышиные летательные аппараты. «Что это за место такое?» – благоговейно прошептал мышонок. «Здесь можно проследить историю мышиного воздухоплавания». Раздался чей-то голос. «Хорошо, что ты пришел. Значит, получил мое послание». Из тени параплана вышла большая серая мышь. Это был старый музейный хранитель. Он пригладил топорщившиеся усы, поправил очки и, важно, протянул мышонку лапу. Другой лапой он опирался на трость. «Я слышал о твоих открытиях и подумал, что это место могло бы тебя заинтересовать. Когда-то для нас, мышей, не было ничего невозможного. Мы объездили весь мир и даже научились летать. Но затем мышей стали занимать другие вещи. И постепенно они забыли о полетах своих предков». Удивленный мышонок внимательно слушал рассказ музейного хранителя. «Он был поражен. Получается, что летающие мыши были и раньше. Но если мыши смогли научиться летать, значит и полет на Луну для них возможен. Я буду первой мышью на Луне!» – воскликнул он в полном восторге. На следующий день мышонок вернулся домой. Голова его была полна идей и смелых планов. Старый музейный хранитель дал ему много полезных советов. «Внимательно изучи знания людей. Некоторые из них очень изобретательны», – сказала на прощание. Несколько недель мышонок провел в городских библиотеках. Иногда ему удавалось проникнуть даже в университет. В результате ему стало понятно, что расстояние от Земли до Луны гораздо больше, чем он предполагал. И еще выяснилось, что никто никогда не взлетал так высоко, выше облаков и даже еще выше, туда, где нет воздуха, чтобы дышать. Луна же – это спутник Земли. Она движется в ледяном, безвоздушном пространстве Вселенной. «Сколько еще нерешенных вопросов», – вздыхал мышонок, – «но в иныне не впадал». В первую очередь надо было придумать, как вообще выжить в космосе. Он должен быть надежно экипирован, чтобы не замерзнуть и иметь достаточный запас воздуха. «Пожалуй, это должно выглядеть так», – пропищал мышонок сквозь усики и сделал небольшой чертеж. Теперь ему нужен был строительный материал, много материала, но уже родилась идея, как можно проверить скафандр на герметичность. Скафандр успешно прошел испытания. В космосе можно будет дышать так же, как под водой. Вот только золотая рыбка во время эксперимента была до смерти напугана. Следующая задача оказалась куда более сложной. Как же я смогу взлететь так высоко, оттолкнуться от Земли и оказаться на Луне? С помощью воздушных шаров? Самолета? Эти вопросы не выходили у мышонка из головы. Ни днем, ни ночью. Возможно, это удастся осуществить с помощью огромной метательной установки? Что-то вроде катапульты. И он снова сделал маленький чертеж. Понадобится надежная металлическая капсула и много резинок. Или чего-то похожего. Это было проще простого. В дело пошел разобранный на части будильник и пара колготок. И вот мышонок готов к испытательному полету в своей новой космической капсуле. Одним рывком мышонок освободился от крепежа. Пил! До предела натянутые колготки метнули пилотируемый аппарат высоко вверх. Все перевернуло. Сила ускорения вдавила мышонка в кресло пилота. «Я лечу!» – ликовал он, не зная в точности, где теперь низ, а где верх. Космический аппарат несся над крышами и трубами, постепенно теряя скорость. «О нет, кажется, я уже не лечу!» «Я падаю!» – в ужасе вскричал мышонок. С огромным усилием он потянулся вперед и дернул за трос. Все затряслось из-за грохоталы. Белый лоскут вырвался с обратной стороны будильника и затормозил падение в бездну. «Попытка не удалась!» – пробурчал мышонок в своей капсуле. Было совсем непросто снова оказаться на твердой почве. Будильник все еще болтался на оживленной улице. Парашют зацепился за провод. Мышонок связал вместе несколько ниточек и с помощью этой веревки освободился из своего воздушного плена. Теперь он точно знал – катапульта не забросит его в космос. Пока мышонок плялся домой по глубоким ущельям между домов, уже стемнело. Вдруг что-то зашипело, засверкало и затрещало. Разноцветные вспышки озарили небо. Что это? Фейверк? Оправившись от испуга, мышонок нашел удобное местечко, чтобы понаблюдать за ярким представлением. И тут его осенило. Мышонок потуже затянул последний ремень. Ракетный двигатель был надежно закреплен на роликовом коньке. «Добавить бы сюда пару крыльев на пусковую установку, и тогда уже ничто не сможет помешать полету в космос». Мышонок смонтировал остальные детали. Ручку управления, пусковой механизм. И тут вдруг что-то громко треснуло. Посыпались искры. С жутким шумом сгорелся двигатель. «О нет, только не сейчас!» – скричал мышонок. Сележка рванула вперед. Она промчалась вдоль комнаты, извергая огонь и дым на книги и горы всякого хлама. Из окна валил густой черный дым. Весь чердак был объят пламенем. С быстротой молнии огонь пожирал деревянные перекрытия. Многочисленные чертежи и записи, висевшие на стенах, превратились в пепел. Лишь один чертеж до смерти напуганному мышонку удалось спасти. На улицах забывали сирены, повсюду основали люди в больших касках. «Катастрофа!» – пропищал мышонок. Сгорело все. Все его записи, ракетная тележка, даже телескоп сгорел. Рыдая, мышонок поплелся прочь, волоча за собой единственный уцелевший чертеж. Не так-то просто было справиться с огромным телефоном. «Ту-ту!» – мышонок изо всех сил налегал на диск, пытаясь повернуть его. Несколько гудков, и в трубке прозвучал знакомый пескливый голос. Это был музейный хранитель. «Я слышал о том, что случилось. С тобой все в порядке!» Мышонок рассказал о своих приключениях, о первом полете и о происшествии с ракетной тележкой. «Тебе следует быть осторожней. Мои мыши не так уж неуязвимы», – предостерег старый хранитель своего юного друга. «Они еще долго беседовали. И вот что я тебе скажу. Будь на чеку. Люди уже обратили на тебя внимание», – услышал мышонок на прощание. Мышонок был очень сердит на себя за то, что недостаточно все проконтролировал. Правда, следует признать, что двигатель отлично работает. И он невероятно мощный, так что не требуется ни крыльев, ни колес, ничего дополнительного. Мышонок решился на еще одну попытку. Его новый проект ракеты оказался весьма многообещающим. Кроме того, мышонку удалось найти для себя надежное убежище. А еще там был камин, который он хотел использовать для очередного запуска. Но для начала ему опять понадобились кое-какие детали. А вылазки с целью добыть что-нибудь были очень опасны. Люди в длинных плащах и темных шляпах выныривали отовсюду, вынюхивая что-то. Старый хранитель был прав. Люди явно разыскивали маленького воришку и поджигателя. Ракета была почти готова. Прекрасная и сверкающая стояла она в закопченной шахте камина. Башни из серебристых консервных банок и у каждой свой двигатель. Они должны были начать работу один за другим и отправить самую верхнюю часть ракеты на высоту ранее недосягаемую. Резкий щелчок и верхняя ступень закреплена. Ракета к старту готова. Топливом заправлено. Мышонок надел скафандр. Сыр, хлеб и вода надежно размещены на борту. Мышонок потянулся булл за шлемом, как вдруг на лестнице раздался грохот. О нет, не сдержался мышонок. Эти в шляпах! Они все-таки обнаружили его убежище. В панике он бомчался по коридору и в последний момент успел запрыгнуть в камин. Следом за ним поднеслись рычащие и лающие собаки. А люди в темных шляпах кричали что-то непонятное. Мышонок схватил свой шлем, взлетел вверх по лестнице, заклопнул люк и нажал большую красную кнопку. Капсула заскрежетала и затряслась. Сильный рывок вдавил мышонка в кресло. Он едва мог пошевелиться. С громким шипением ракета преодолела каменную шахту и вылетела в трубу. Внизу ракеты полыхало яркое пламя, оставляющее за собой столб дыма. Люди в темных шляпах с закопченными лицами остались далеко позади. Они сгрудились возле окон. Прижавшись к стеклам носами, они провожали взглядом сверкающую ракету с маленьким астронавтом на борту. Мышонку удалось улизнуть от них. Однако, перевернув все вердном, в его убежище они нашли кое-что интересное. Синего неба становилось все темнее и темнее, как будто вот-вот наступит ночь. Из черных глубин Вселенной сияли звезды. Далеко внизу, под космическим аппаратом мышонка, проносились континенты и в свете солнца блестели моря. «Как же прекрасен этот синизвездный драгоценный шар!» — восторженно прошептал мышонок. Мышонок отстегнул ремень. Сила притяжения Земли уже больше не удерживала его в кресле. Даже совсем наоборот. Он плавал в воздухе по своей капсуле вместе со шлемом и парой кусочков сыра. Следующая остановка — Луна. Громко объявил мышонок вне себя от счастья, хотя рядом не было никого, кто мог бы его услышать. Он видел Луну в иллюминатор. Маленькую, круглую, на фоне звездного неба. Но с каждым днем она становилась все больше и больше, и вскоре в иллюминатор уже не вмещалась. Три дня длилось путешествие мышонка сквозь темную бездну космоса. Луна тем временем достигла внушительных размеров. Ее мучнисто-белая поверхность была испещрена маленькими и большими кратерами. И это уже точно были не сырные дырки. Мышонок добрался до кресла и пристегнулся. Вскоре ему предстояло посадить свою капсулу на Луну. Двигатель поднял серое облако пыли. И вскоре маленький космический аппарат коснулся лунной поверхности. Полный восторга и благоговения с бешено колотящимся сердцем открыл мышонок задвижку льюка. Подпрыгивая с удивительной легкостью передвигался крошечный космонавт по лунной поверхности. Маленькие прыжки превращались здесь в огромные скачки. Мышонок принялся осматривать кратеры неподалеку от ракеты и изучать грунт. «Возьму один камушек с собой», — пропищал он, — в доказательство другим мышам. После нескольких часов исследовательских работ мышонок вернулся в свою капсулу. Она бесшумно взлетела, оставив на поверхности Луны бесчетное количество мышиных следов и никому неизвестный флаг. Через три дня мышонок снова приблизился к земле. Двигатель был ему больше не нужен. С тихим шипением он отделился от аппарата и беззвучно удалился от него. Теперь уже только самый кончик ракеты, раскаляясь, снесся к земле. Мышонок почувствовал облегчение, когда космическая капсула, чуть оплавленная на трех красных парашютах, скользила сквозь облака. Я снова дома радовался он. Плюх приземлились, мышонок отстегнул ремень и открыл люк. Поток свежего воздуха ворвался в капсулу. Он высунулся наружу, и от волнения у него на глаза навернулись слезы. Мышонок был не себя от радости. Космическая миссия успешно завершилась. Весь о его грандиозном путешествии разнеслась по всей стране. Отныне ни одна мышь не считала Луну сыром. А что же люди? Большинство из них не заметили никакого оживления в мышином мире. Однако кое-кто все же ломал голову над крошечными чертежами ракет, вынашивая смелые планы. И вот 21 июля 1969 года первый человек высадился на Луне. Но только очень немногим известно, что он там обнаружил. Разумеется, кое-кто из людей знал о мышонке-астронавте, и они назвали его Армстронг. По фамилии первого человека, вступившего на поверхность Луны. Каждый раз, когда речь заходила о первом астронавте, побывавшем на Луне, говорили просто «Это был Армстронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова